Здравствуйте, уважаемые телезрители! Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу информирует о том, что за текущий период 2023 года на территории Ленинского городского округа произошло 238 пожаров, погибло 2 человека. Основными причинами возникновения пожаров послужили нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. Чаще всего пожары происходят в жилом секторе. В целях предупреждения пожаров не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроботовые приборы, горящие газовые плиты, неостывшие печи, дачных домов и бань, не поручайте наблюдения за ними малолетним детям. Уважаемые родители, не следует оставлять малолетних детей без присмотра. Необходимо исключить для них доступ к спичкам, зажигалкам, легко воспламеняющимся жидкостям, отопительным приборам и газовым плитам. Регулярно проводите с ребенком беседы о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Главное в профилактике подобных случаев – это не просто запреты, которые, как правило, приводят к обратному, вызывая у ребенка желание их обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение. Научите ребенка правильным действиям при пожаре. Разъясните, что при обнаружении пожара или признаков горения, задымления, запаха гари, ребенок любого возраста должен знать, что необходимо немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как показывает практика, такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в ряде мест случаев неумением родителей организовать досуг своего ребенка. Дети в возрасте от 3 до 7 лет в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Также напомню, что в преддверии отопительного сезона необходимо обратить пристальное внимание на исправность печей и каминов. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, необходимо обеспечивать очистку дымоходов и печей от сажи. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок или отступок от конструкции из горючих материалов при топочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 50 на 70 сантиметров, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках наружных поверхностях печи дымовых трубах. Причиной пожара может также послужить возгорание сажи, накопившейся в большом количестве дымовых каналах. Ее горение сопровождается вылетом из труб пламени и искр, развивается высокая температура, которая может вызвать нарушение прочности кирпичной кладки и образование в ней трещин. Чтобы избежать подобных случаев, не реже одного раза в два месяца следует очищать дымоходы и печи от сажи. Рекомендуем установить в жилые помещения домов и квартир автономные дымовые пожарные извещатели, которые повестят вас о возникновении пожара. Помните, предупредить пожар намного легче, чем потушить. Обезопасить свой дом от пожара значит не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких, не лишиться имущества. С вами был инспектор отдела надзорной деятельности и профилактики работы Андрей Маслов. Всего вам доброго, спасибо за внимание.